Здравствуйте! Сегодня мы посмотрим проигрыватель пластинок фирмы Mitsubishi, модель DP-IC8. Значит, выпускался он в 81-82 годах прошлого века. Совершенно классическая модель, ну, с некоторых сторон, об особенностях мы поговорим позже, а именно у него кварцевый прямой привод и полный автомат. Значит, автомат поддерживает размеры пластинок 17-30 сантиметров, причем есть система автовыбора размера пластинок и скорость 33-45. Помимо того, что этот проигрыватель выпускался под маркой Mitsubishi, он также выпускался под маркой Diatone. Ну, это такой был бренд Mitsubishi для рынков Северной Америки. Еще к особенностям различных версий этого проигрывателя следует отнести то, что для рынков Японии и рынков Северной Америки он выпускался с отделкой под дерево, а для европейских и других рынков он выпускался, как видите, в обычном варианте с корпусом, окрашенным краской. Попал этот проигрыватель ко мне в неисправном состоянии. Значит, что значит в неисправном? Не работала автоматика полностью. Я люблю покупать такие вещи, потому что их можно купить очень дешево. Этот проигрыватель в неисправном состоянии стоит не так мало, как минимум где-то 300 евро, а то и больше. А я думаю, что я его купил, хотя не помню точно, в пределах 100-120 евро без доста. Причина очень простая в таких проигрывателях. Это износ пасеков привода автоматики Тонарма. Но мы немножко позже поговорим о автоматике Тонарма, потому что она здесь достаточно оригинальная. Значит, я просто поставил два новых пасека, немножко почистил, и сейчас все работает идеально. Здесь установлен звукосниматель. Ну, по внешнему виду он очень похож на клон аудиотехника Т95. Значит, игла в очень хорошем состоянии пришла ко мне. Вот, и в конце вы услышите, как он играет. А сейчас мы поговорим об особенностях, технических особенностях этого проигрывателя. Ну, два слова о системах автоматики. Значит, есть системы автоматики, которые приводятся в действие от основного двигателя. Мотора через систему шестеренок и рычагов. Позже появились системы, которые для привода Тонарма использовали самостоятельные двигатели. Но при этом, значит, микролифт оставался стандартным демпферным микролифтом на вязком силиконовом масле. В этой модели ее можно, так сказать, сравнить, как были одно время трехмоторные магнитофоны. Также этот проигрыватель, он трехмоторный. Значит, основной двигатель, понятно, приводит в движение грампластинку, кварцевая стабилизация, как я уже сказал, прямой привод. А еще два двигателя приводят в действие Тонарма. Один двигатель управляет горизонтальным перемещением Тонарма, а другой отвечает только за функции микролифта, то есть за подъем и опускание. Ну, зачем фирма Mitsubishi пошла на такие сложности, я не знаю, но замена двух пасеков целиком и полностью решает проблему родоспособности этой модели. Вот здесь я специально снял заднюю крышку, сделал несколько снимков. Здесь вы видите общий план этого проигрывателя. Вот здесь два мотора, который один из них управляет горизонтальным перемещением, другой выполняет функции микролифта. Вот два пасека, которые нужно заменить при ремонте, и, собственно, все. Наличие двух моторов, или, скажем так, отдельного мотора горизонтального перемещения Тонарма позволяет двигать Тонарм в прямом и обратном направлении с помощью клавиш управления, не снимая крышку. То есть ручное управление, ручное движение Тонармом вообще не требуется в этом проигрывателе. И я чуть позже покажу, как это все работает. Давайте посмотрим, как устроен этот проигрыватель и как он работает. Вот включение питания находится вот здесь. Если повернуть вот этот рычажок, питание включится. Вот видите, загорелся индикатор скорости. Система автоматического выбора размера пластинки классическая. Здесь за счет фотооптического датчика. Здесь у нас лампочка. Вот она выполнена в виде такой вот красивой призмочки. Вот в диске прорези и под диском находятся датчики по размерам пластинки. Для размеров 30 и 17 сантиметров. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы с вами не поставим пластинку. Мы сейчас нажмем кнопочку «Пуск». И вот смотрите, что произойдет. Значит, тонарм поднялся. Пошел над пластинкой. Дошел до размера 17 сантиметров. И сейчас вернется на место. Некоторые неудобства здесь создается то, что прозрачные пластинки не будут правильно проигрываться на этом проигрывателе. Но это решается просто. Можно просто подложить под пластинку непрозрачный лист бумаги. И вопрос будет решен. Что у нас здесь есть из органов управления? Переключатель скорости. Кнопка выбора режима «Повтор». Кнопка «Старт плюс», совмещенная с кнопкой перемещения «Тонарма». Кнопка «Подъем-опускание» «Тонарма». И кнопка «Стоп», совмещенная с обратным перемещением «Тонарма». Сейчас мы увидим, как все это работает. Так вот, поставим пластиночку. И включим проигрыватель. Нажмем кнопочку «Старт». Автоматический режим воспроизведения. Ну, как я уже сказал ранее, значит, сработает система автоматического выбора. Размеры грамм-пластинки начнется воспроизведения. Если я хочу передвинуть, значит, мне не нужно вручную это делать. И конструкция проигрыватель сделана так, что это можно делать даже при закрытой крышке. Я могу нажать кнопку «Старт», подержать ее. Вот видите, «Тонарм» пойдет вперед. Аналогично, значит, кнопка есть такая же, двигает «Тонарм» назад. Кнопка опускает «Тонарм» на пластинку, поднимает «Тонарм» с пластинки. Ну, естественно, есть автостоп. Сейчас мы посмотрим, как работает автостоп, совмещенный с режимом «Повтора». Вот мы выберем «Повтор», опустим «Тонарм» в конце, в самом пластинке. Сейчас она доиграет. Пока она доигрывает, я обращу ваше внимание, вот этот индикатор, он загорается, когда стабилизируется скорость. Вот видите, пластинка пошла обратно. «Тонарм», извините, пошел обратно. И началось повторное проигрывание. Как я уже говорил, прервать повторное проигрывание можно кнопкой «Стоп». А вот если мы нажмем кнопку «Старт», то запустим поиспредвидение пластинки сначала. Вот опять то же самое будет, как и режим «Повтора». И снова. И теперь, значит, если мы нажмем кнопку «Стоп», «Тонарм» вернется на стойку и воспроизведение прекратится. Что еще можно показать, если мы переместим, скажем, «Тонарм», запустим «Воспроизведение». Да, вот хочу обратить ваше внимание, что когда «Тонарм» попадает в зону пластинки, он начинает двигаться медленнее. А вне зоны пластинки двигается быстрее. Вот еще раз покажу. Вот, смотрите, вот он сейчас идет быстро. Раз зашел в зону пластинки, поехал медленнее. Но я, собственно, хотел показать, что произойдет при нажатии кнопки «Старт» во время воспроизведения грампластинки. И при выключенном режиме «Повтора». Давайте посмотрим. Значит, нажимаем кнопочку «Старт». Видите, «Тонарм» дошел до конца, вернулся обратно. И вот теперь он выключится. То есть, если не включен режим «Повтора», повторное нажатие кнопки «Старт» приводит аналогично нажатию кнопки «Стоп». То есть, приводит к окончанию воспроизведения. Но напомню, что если включен режим «Репит», то начнется воспроизведение сначала. Для презентации мы будем использовать грампластинку «Хита-6667» производства «Филлипс» «Оркестр Франка Купера». Эта грампластинка выпущена более 50 лет назад, а значит, по закону, все фонограммы с этой грампластинки находятся в общественном достоянии на территории Российской Федерации. И данная презентация не нарушает ничьих авторских прав. Ну и в заключении, как обычно, мы послушаем небольшой фрагмент с грампластинкой. Спасибо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 ! Спасибо!